Снегу намело, выше колен, наверное, без лыж уже не дойти, попробуем все. Ну, если бы не Бурановский след, мы бы еще полпути даже не прошли, повезло. Всем привет! Сегодня 19 декабря, вышли с отцом опять на рыбалку. Но это, наверное, теперь уже больше поход или какое-то приключение, потому что дорога стала очень тяжелой. Идем по Бурановскому следу. Все луга замело. У нас тут за это время, за три недели, пока мы никуда не ходили, и оттепель была, и заморозки, и снега выпало. Наверное, месячные, двухмесячные осадки. Вот как выглядит сейчас луга. Подошли опять к реке. Это то место, когда мы ходили предыдущий раз. Река уже маленько подзамерзла. Более дружелюбно, по крайней мере, выглядит, чем в прошлые разы. Сюда выходить тоже не будем на лед. Потому что отдушину у берега, смотри, под снегом все оттаяло. Вода села, похоже, просто. Вода села, там промыла под снегом. И наледь, наверное, очень большая. С самого берега промыли. Сейчас попробуем дойти до нашего места, до речного залива. Ну и попробуем половить, конечно. Идем вдоль просницы. По проснице обнаружили следы собак. Набегали. Сколько, думаешь, пап? Штут пять. Может быть, шесть. Все в одну сторону следы. Сейчас приближу. Раз, два. В сторону вятки? Да, оттуда. Зашли с того берега, видим. Сейчас будут попросниться ходить. Им удобнее сейчас попросниться. Негу много, они уже в кустах вязнутся. Так что есть они, никуда не делись собаки. Так, а мы продолжаем движение пока по следу бурана. Лыжи пока не используем. И так вроде нормально. Все, двигаемся дальше к месту. Столько тяжело. Все взмокли уже. По годах градусов. Такой груз, так. Пять. Да. Ладно. Тойдем потихоньку. Лишь бы налет выйти сейчас. Порыбачить. Ничего себе вот это на него. Смотри. Снегопад. Вот. Собаки из бора выходят. Видишь? Там бор. Вот у нее и тропа. Вон переходы. Вон. Они, значит, в бору живут. Вот где они прячутся все лет. А к реке только на кормежку выходят. Убилять. Папа, почему они с разных-то троп выходят? Они с одной до пустых. Видишь, старые зайчи с лета. Они гоняли зайца похоже все. И на махах как бы прыгают. Вон их, видишь. Почти по 2 метра прыжки. Сколько это примерно недель назад? О, вон. Ага, слышно хорошо. Так это было на той неделе. Ночью снег падал. Вчера снег падал. День 4 дул. Назад они тут гоняли. Ладно, пойдем? Ага, давай идем дальше. Дальше. Чего проснится? Промерзлый еще. А с нашей стороны заливчик? А с нашей стороны заливчик. А ведь морозы были такие. 27. Вон открытая вода. Ого. Нет. Сюда не выйдешь. Смотри, там вода открыта. Да что такое? Ползимы трансплера 24. И здесь. А теперь заливчиками. Выйдем. Ну давай. Так, не бурта. Опа, держи. Ага, ты сам давай осторожней тоже. А вода-то еще подсела на 30 сантиметров. Снять тяжесть такую. Ага, давай рюзыки скидывай. Отсела, но тут заливчик. Тут метр. Может метр-то. Побольше. Не сильно ведь поднялась вода-то? Для просницы-то, да? Она осела уже, думаю. Она, кстати, и не поднималась, похоже. По уровню-то не сильно. Просто по гидропасту-то там больше показано. Из-за заторов, наверное. Все-таки вятка и есть вятка. А что, просни тут целую поднять надо? Все равно время. Ну какое время проснуться? Вятка, если вятка. Это уровень вятки и есть. От осеннего-то не очень сильно отличается. Не сильно отличается от осени. Да как если, что-то. Тут же во все они входили. Опа. Попробуем выйти. Полететь здесь. Если что, веревка на готове у меня тут. Да что-то не больно, мне кажется. Нормальный. Нормальный? Сейчас, подожди. Насел круг. Нормальный. Слышишь, булькает? Да? Булькает. Булькает. Нормальный. Толстинатов сколько примерно, по ощущению? Какой-то есть. Ты сейчас на струю просто не выходи. Сходи по нашим снегам. А там если надо, то береги. Берег. А тут струя-то вон от берега я следать. Так что мы еще можем дальше маленько отойти. Значит, ты в заливе шансов так же. Лишь на любви сколько. Лишь на любви. Лишь на любви. утащить сюда так насти у меня давай снимай тут были то? да стульчики сразу же встали да, конечно а кто на том что? попробуем сейчас держи палочку подним ну что? один пробок поднимем пол метра наверно надо дальше идти да, дальше ну вот хотя бы на метр отсюда а тут же вот 500 идешь так вот ахуете удочку твою? да, давай мою а ты пока попробуй закинься посмотрим глубину сразу же морнышки большие для этого дела удочки то основные там в том пакете там и маленькие морнышки нам главное проверить сначала если здесь будет клевать останемся смотрим вот вот метр примерно метр ну метр-двесть ну здесь вот где-то глубже ямин где-то тут тут же все равно не ровнее сейчас проверим давай смотри мотырием давай пока закинемся проверим как вообще а потом и я набурю лунок то себе а что и бурить то тут расширяем всю рыбу место мало здесь если она тут есть какая-то рыба я ведь каши сварил вот каши тут залив а можно и в этом заливе попробовать если будет чутклевать можно сюда очень даже хорошо она помогает каши так рассказывай как ты там что насаживаешь какая наживка сегодня сегодня рощечка и мотыль обычная мотыля 1 сюда а потом 2-3 мотылики и 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 давай без опарыша может поди лучше будет обрелось мотыля может быть ешь пальцем он бьешь попался то есть ты сделать 5 проводок и съели до 5 бывает тут может подойти елец рожка крупно бывает то есть ты здесь слою уже добыла пару раз раньше в ловину тут было поглубже а в этом году все занесло тут было метра до двух глубина сейчас метр хотя и вода вроде как вы не хороший все милеет и все изменяется она сейчас попробовать других вот событий клюла восстанавливает мелочи найти бы ерша ерша был тут на середине обычно сейчас страшно хотя бы можно отойти метр-то от нашего места где мы сейчас конечно хотя бы вот сюда вот тут песок идет коса ну а берег видишь там их песок вот так идет а тут уже там метра полтора где проводил для я помню по осени надо все равно пробовать на одно это смысла нет засиживаться лунки конечно бери клуб разматриваю удочку это нам поймать первым да хорошо было ну пробуй вон тут раз ты говоришь поглубже 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 тут яма похоже мелкая неколько же ветер на так и везде клевала хорошо за лето обмелела рыба ушла по осени если даже при подъеме воды все что тут было я когда тут бурился водоросли выпал с буром окон тут раньше тоже заходил хорошо и налить то 10 сантиметров обману залив идти то просидим тут там единственное на стыке залива с поросницей ловит на прорубь саму-то поросниться опасно лезть там быстрое течение даже быстрее чем тут все даже милость не дергать может без проводки стоит рыбалка для ленивых без проводки смотря какую рыбу бывает и надо трясти то лучше даже ты же знаешь я всегда без проводки сначала пробуем здесь видно что рыбы нет такой равно бы она мелочь поклевала два раза дернул и тут лет какой-то шиклея вообще-то раньше вот тут было когда поглубже так столько яйца тут скопилось 200 грамм попадались яйца вот было интересно ловить она на отводной поводок ловился и на тряску их нас просто поплавочный даже ершанец я что обычно тоже заходил тут же потише как бы такой заливчик его замыло есть песком что тут с метр глубины он наверное живы не держится вообще-то увидишь что-то такой шевельнул кивок я вот так было поклевка мемелюзга как видно было классно может быть 3 г слишком не быстро мышка там почти не шевелится на мышка тяжело здесь течение то нет на стык то не рискуем разница то листья вон сюда смысл какой-то там течение песок и глубины так около метра если бы рыба ходила она всегда заходил тоже уже все открыто видишь подбрасывать это малек малек конечно мелочь как этому туда съел так попробовали мы половить на заливе на просниться на реке добирались мы до сюда примерно два часа давай тогда собираться на прорву там попробуем потому что ради одного малька здесь сидеть да сейчас будем собираться есть давай кого поближе за зверь такой это ёрш покажи пиво на ладони покрупнее чудо ёрш меньше спич на это не он у тебя клевал на первый раз это сразу клюнул отпускаю первая рыба есть ну как настроение поднялось остаемся я же он сразу клюнул ну значит он не надо может еще побурить где-то да ну чё тут может был бы крупный он сразу клевал нету здесь просто малек гуляет елки поклевки то какие-то не вершины тут всегда же мелочь была белая помнишь эти какие с мизинец такие мальки тут были всякие были ведь и елец такой ловился и сорока хороший окунь вряд ли и лес пойдет вот в метровую глубину где еще отсечено тут нет свечу ну тут вода нет вода так и четного перешек то вот этот от основной реки до там где мыло я скажу рыба стала очень мало раньше я отловил здесь за день по 200 с лишним штук попадал иногда при хорошем клеве но не не такой уж крупный сленцы по 5 по 6 килограмм налавливался то заливчик сейчас чую окунь был тоже такой средненький проскакивали на голавлики проскакивали язенки сорока была с ладонь попадался сейчас ничего не сталось вот уже в том году тоже ничего не ловилась уже мелко уже был он видишь он видишь ты крик победе это уже не ешь скорее всего да какой позор если но если не ловится так а у тебя иди это какая в сам залив все-таки эти в речной или на стыке с прорвой заливом начнем сначала попробуем то блин там ведь окуни могут быть надо идти пробуем в окуни красноперка бывает октам и лед наверно понадежнее чем здесь да почему такой же лед мы бы жерлицы поставить кстати живцы живые уже три недели по исхудали немного а так вроде все хорошо нормально я думал тоже уже пропадут нет живы отец же сам только по раз воду поменял за эти три недели а так вообще ничего им нет так холодно потому что около самой двери там держит почти нулевая на минус даже 12 ну что уходим последнюю праву давай последняя проводка я шоу решил включить опыта это зацеп был залет или нет все-таки или это остановка остановка мелочь тыкви белая скорее всех знаешь по почему многие рыбаки к зимней рыбалке не очень вот как раз вот по этим причинам так все причина бывает просто потом те хватит впечатлений но всю зиму это да но на него надо попасть густеру ловишь до на ветке бывает день два три ничего нет потом попадешь на них чана грамм по триста-четыреста таких заслаешь десяток другой уже как-то с такой глубины еще с трех четырех метров там с пяти тогда впечатление ладно пошли давай а то мы тут посидим что вы действительно давай собираться как раз ловишь токс как раз ловишь они будут что когда куда опасно это просто может села а там вообще открытая вода самое главное в нашем деле что во время уйти все упаковал не будем бурта соберет хотя далеко идти давай соберем смотри может слева там от бурана уже там нет к нашему то месту придется по колено ползти сейчас на лыжах тоже уже сыро становится лыжи только с катами зря а если бы не было следа от бурана старого не дошли дальше все на наше место вперед так живцов беру а я там не могу разглядеть а из воды то что торчит это бревна такие острова то что доска или катушка какая-то все бросают пусто ну как тебе открытие но уже налет вышли меньше спички ты бурта давай мне и пошли ну что дорога отвернула в сторону теперь идем по целине вот так как до залива осталось метров 150 спуститься лыжи не одеваем нет смысла просто ты устал пап но вся сейчас отдых при вам по нехоженным тропам тут вообще троп нет да погода была такая интересная я уже не помню какой уровень был в тот раз посмотри-ка оценивающим взглядом упала вода или нет ух ты вот это как много да давай аккуратней я думаю лучше начать слышь все-таки выход или как нормально тут ручей просто сейчас перететут перетонуть в ручей и все вот и лыжи наши ой охотничьи старенькие что это там написано Нововятск сейчас таких нет уже сейчас уже так а скажи-ка сколько этим лыжам лет опять ну лет 30 наверное почти ровесники да охотничьи может слышь все-таки нет слушай я не могу узнать а где наше место то а это там так далеко что попробуй пробурить посмотрим вообще лед сколько сантиметров 15 оставляю лыжи бери же в целом ага налить такая же сантиметров десять наверно ну пять то точно пять то есть точно так нам вон до тех кустов центральных да которые за них как бы может тут проверишь пробуришь просто ради проверки давай посмотрим какая глубина здесь ооо нормальная глубина даже слишком было же 27 градусов да три дня было от двадцати до двадцати семи градусов ну морозиться чувствовался я думаю все так а жерлицы мы взяли это хорошо жерлицы есть а балансиры ты мои взял удочки взял блесты и балансиры ну все можно окуня попробовать половить начнем давай опять с мормышек на нашем месте с заливчика я близко не подхожу не переживай нет я просто жерлицы то лучше наверно в основном поставить да но не вот тут где мы сейчас идем ну не знаю замор есть может тут нет замора хотя столько снега с наледи но быстро вон тут где мы подходили от реки ага очень странно что сюда никто не ездит дорог нет сюда не доехать это не было вот 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 эти кустики были затоплены в тот раз я помню и хорошо были затоплены вот 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 так мы поставим это змейкой жерлицы сколько у нас там и будем пробовать вид обычно здесь начинайте ну давай попробуем Ох, привал. Нормальный лед, да, тут тоже? Нормальный. Нормальный лед, да. Нормальный лед. Нормальный лед. Нормальный лед. Нормальный лед. Попробуем. Если рыба в зале. Давай, давай. Ты что, тоже лови? Сейчас посмотрим. Если я пойду побегу бурить лунки для жерлиц. Надо пробовать. Вообще посмотрим, есть ли что-то живое здесь. Ты думаешь, может замок быть прямо, что все умрет сразу? А все-то не умерло, но лед осадился. Ушла основная. Видишь, рыба-то не зашла ночь. Поднялась вода-то уже поздно. И резко. И ушла-то, кстати, она тоже быстро. Конечно. Она неделю поднималась, а потом сразу... Да, ее затор был где-то. Затором поднял. Так же быстро затор прорвало, рыба ушла. А рыба же она с осенью захочет. А осенью тут было мелко. Рыба сюда не захотела. Но пока сейчас не половим, не узнаем. Есть тут что-то, нет? Пробуем. Может под что-то. Какая глубина, кстати? Метр, наверное, полтора. Полтора метра? Может быть, да. Это уже хорошо. Это ведь у берега почти. Уровень-то, значит, отличный. Ладно, пошел я тогда буриться дальше вдоль берега. И проверять. Может, пап, не на одной линии будете ближе дальше от берега? Так? А то в одну-то линию. Давайте ладно. Русские делали заливные 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 станции с заготовите. Продолжение следует... Ну что, поиски рыбы на речном заливе продолжаются. Сейчас добавим еще немного лунок. Будем пробовать на мормышке. По жерлицам пока не знаю. Вот так можно просидеть час или два, или три, или всю рыбалку без поклевок. Кстати, очень странно, вода желтая. Цвет у нее желтый. Может замор уже идет. Может слишком поздно пришли. Сейчас походим еще, побурим лунки, посмотрим. Так, кто тут попался-то у нас? Первая сорога в заливе. А что, хорошая сорога, кстати. На засол. Первая рыба. Весь залив прошли. Вот так вот. Я думал, тут уже рыбы нет. За весь день. Два раза что-то. Классно. Мы, в общем, прошли. Вон у нас рюкзаки там, где мы начинали. Весь залив прошли, по сути. Пробурили около 20 лунок. И вот на одной из лунок только сейчас клюн. Ну, сорога. Может здесь попробовать еще побурить лунок? Да, сейчас попробуем в этом. У меня каша заготовлена. Могли бы скинуть сюда. Закормить. Всякое бывает. Давай, пробую тоже тогда. Лучше. Еще одна. Да. А да что, хороши сороги-то пошли. А, хорошо. Да, помедленнее будем трясти. Все на игру, да? Да. Ну, последнее-то вот только мормышка на дно легла и поклевка. Надо тут бурить еще лунки, я думаю. Две-три рядом. Закармливать и свиться. Потому что мы сколько проверили лунок, вообще нигде не клюнул. Да. Это первая лунка, на которой клюнул. Не факт, что тут еще что-то. Видишь, можно покормить, конечно. К нам все равно, куда идти-то. К прорыве туда только. Не. Здесь тогда есть смысл сейчас эти жерлицы выставлять. На ту же сорогу. Так почему? Там есть караси шум. Ну, если осталась эта сорога-то, кстати, речная. Да, конечно, что ж сроки зашла. Вряд ли это летнее. Две подряд клюнули. Тишина. Надо тут просто бурить. Умок побурить, да. немного, а штучки две-три еще вокруг поглубже, одну в сторону берега, посмотреть. Сейчас пробурим еще лунки-три, проверим их. Если будет что-то клевать, то перейдем сюда рюкзаки, поставим жерлицы. Хорошо. Жерлица прям тут же будем вставить? Где и прикармливать кашей, что ли? Можно прям здесь поставить. Вот тут. Ну, а что посредине где поглубже? А где ты сказал, там опасно, вон промоено, типа вот туда, да? Вот плотина бобровая была здесь. Не видно. Ну, надо по краю тогда. Ну, конечно, все. Надо пробовать. Давай. Я сейчас набурю лунок. Ну, что, время 12. Нашли место, вроде сорога клюет. Две штучки уже отец поймал. Сейчас я забираю рюкзаки. Иду к нему. На окраину залива. Ну, и поставим жерлицы рядом, там закормим кашей еще дополнительно. Может сорога поклюет. А так в проводку клюет? Нет. У меня удочка так не отрабатывает кивок. Потому что груз тяжелый. Возьми другую, там ногу удочку всякую. Ага, надо поменять. Давай. Ну что, все? Что, все? Кончился клев? Не начинаешь. Ну как, две сороги ведь? Ну, все, две сорожки. Нашли все-таки. Вроде как. Клюнуло? Нет, тыкнулось что-то вроде как. Вот тут такой клев очень лиловатый такой-то. Обычно если клюнет, со второй проводки она холоднее стало. Чувствуешь, руки мерзнут уж. Семь градусов обещали сегодня. Так мы сюда пошли шесть бухт. Сейчас уж, наверное, больше. Ладно, давай закормлю тут пару лунок, посмотрим. Так вот, закорми там. Ага. Вот они, прелести рыбалки. Забыли половник. Ничего. Руками ледяную воду черпаем. Тут, наверное, много. Ее надо понемножку отлететь. Ну давай. Как ее уже пойдет. Ты ее разомни получше. Тянут. Я вчера варил вечером. Погоди, развалится. Много, наверное. Да нормально. Давай еще сколько будем. Рядом давай. Хотя бы сектор какой-то, чтобы дуть. Давай уберем это все и нормально сделаем. Да, нормально пролетит. Да, так я еще и не прикапливал. Смотрим. Все ушло. У нас не ведет все. Да, холодно стало. Вон стульчик обледенел груди. Так, жерлицы начинаем выставлять. Надо бы набурить для них сначала. Для жерлиц. Куда примерно хоть ставить. Может по центру? На тот-то берег не полезен. Давай ближе к берегу все. К нашему? Ну вот так вот. Ага. Сколько жерлиц у нас все? Ничего, хотя бы 50. Все, давай тогда. Холодно? Вот. Вот. так проверим глубину сначала глубину да конечно после этого от глубины отматываешь примерное расстояние насколько у тебя поводок длиной ну и сматывая это все давай я подержу а ты делай сразу метр с половиной страна да сейчас завести поджава что-то спичку надо конечно чтобы его завести поджава не как спичку надо я обычно спички аккуратно жабрами говорят это очень плохо если повредить даже сорогов по два-три дня также так у нас тройники двойники тройники вот так одевать как заводишь где вы зашли вы сюда петля в петлю в общем да потом один оборот делаешь и вот эту петлю сюда как как получилось погоди покажет ага так это ведь покупные жерлица я нет 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 вот этот механизм ну-ка с грешка двойной вот по 0 3 как бы мы просто двойной не хочу поводки металлические а мы лучше щука обычно один если оборуду а если один обычная отсекает вообще не было чтобы когда-то второй один а если она обрежет то второй останется так как карасик и так и делается да то есть никаких повреждений груз ушел а тут зафиксирован уже нужная длина глубина пришлипать то надо снегом нет нам очень остается все давай дальше тогда давай глубину так сейчас сделаем глубину что за нос есть немного мелко мелко ну давай оставим одну на такой нами и попробуем чего нами летом он умели то может лучше щука то на милист так ну что опять твоим методом со спичками да очень удобно кстати со спичкой потому что такую леску все раз давай поближе покажем все это за метод со спичками вот у нас поводок видишь примерно 300 миллиметров 400 спичку одеваем так так погоди фокусирую натягиваешь ее чтоб она не слетела все берешь живца карасика заводишь ему под жабру вот вот выводишь все классно сюда берем тройник заводим дырочку вверх можно леску и тоньше конечно если попадет крупный что-то так раз и сюда и натягивая шузлы мешают можно даже и вот так никуда не денется просто тонкую леску и удобно еще вокруг крючка обвернуть разок для надежности живой уважаемый снег у нас плохо прочистить и нему груз а там он плавает хорошо наверное просто может быть да и так его запустим идет да конечно так вот так то конечно две палочки бы лучше а то у нас примерзнет положить сюда снег то видишь не замерзнет может снега ну так делается тогда вот так вот так вот так хотя бы чтобы было ровно стоит сколька еще будем стоять 2 поставим тут я поставлю хорошо давай пока на мормышки попробую половить вообще не клюет так мы поставили 5 жерлиц на зимние удочки пока не клюет хотя и прикормили кашей ну что пап решим то пойдем к выходу к вятке или нет есть смысл сейчас подумаем может исходим может обед вот это да давай пообедаем вот и стол готов импровизированный все будем чай кипятить нет давай сначала попьем из термоса готовы может не будем оставаться надолго зачем полторашку воды нестись я промеркла должно быть я в газету специально хлеб немножко нам надо-то лук и все да это на обратном пути лук сало давай хлеб самая лучшая еда на зимней рыбалке надо тарелочку давай тарелку да ты тарелочку набрал уху варить хотел да да держи нарезай туда лук колбасу сало или что там мясо копченое все мерзнет хлеб то скоро как в армии будет мороженый всякий дух в армии хлеб я сам то что-то замерз холодно ведь потому что нет 7 градусов было обещали все здесь на кажется так куда стало конечно очень жестко но вкуснейший я не нашел вчера такой где балл юношка вкусня ну да а тут я замок его не нарезал вот самая лучшая еда на рыбалке в принципе для нас вот сколько мы ходим дома бы так сало просто не стали есть хлебом а здесь на холоде со свежим луком свежим хлебом уже под замерзшим немного это стало лучше даже колбасы идет на самом деле твердая ночь наша кировская бюджики у нас конечно намокли тяжелый ты бутылку то сразу понесешь обратно или выльем если присмотреться лед не такой уж и толстый всего 10 сантиметров а это залив где нет особого течения вообще ну стопом как глухо в бочке считай что это разведывательная операция у нас уже второй месяц одна разведка если так получается сборы а куда мне кажется трава уже гниет все выбил славу ну ты как-то да окунь то странно вот паруса рожек зацепил да это хорошо на голову им попала наверно поймалась крикета не будем пробовать выходить к вятке не знаю если смысл и там за плотиной лед на слабых там течение на берегу и по колено воды воды снега по колену а здесь налить и лед неизвестно какой тут пока тогда нужно проверить хоть жерлиц как отработают ну и время надо хотя бы постоять сколько нету клёво сегодня давление кстати 738 где-то низкая для хищника ну для всего похоже низкой не хищниками окунь это почему не я-то совсем обленился что-то никаких проводок не делать и тут трясешь трясешь а кто же толку нету я уж всякий быстрый тихий сматываем смысл нет нам сидеть уж ну поймаешь даже если ты одну там дверь сооружен погоды не сделает видно что клёвый лет день прошел но зато проверили место душа успокоилась и стал разведку у нас разведка конечно душа как это чё за гаритет у тебя коробочка то цена комплекта 4 р вот еще какой а а Ай! бедолаги выжили где эти чудо зевцы зевцы в месяц выжили ну как и говорили с тобой тогда что выпустим давай отпускай ну давайте бегите ну как в летние старые добрые времена может спускаем рыбу вырастут здесь красиво у нас будут на удочку летом надо палочки вода кстати реально солка да там хорошая лунка была там нету снега внутри снега нет просто попалась льдинка все ты замешал туда что не ушли все ушли лед вот такой вот ну все хорошо вот сейчас налегке идти хотел так и теперь надо собрать это уже минус десять может это в одни нет градусов шесть вода в бунках не может так что делаем то сейчас этих то что зря заморозили надо выпустить блюд вот тебе на засол какой за соус замерзла замерзла так что в лесу чаю вскипятим да а порту взял он я его и не доставал в рюкзаке для такую надо же смотреть жерлицы надо смотреть может ведро их лучше то как раз или в пакет ладно давай пакет запускай вот он выживет он сам ты папа эти жерлицы то в разборе покупал или все таки как или самых переделал под себя ну сам конечно монета продаются вот так в таком виде как ну то есть отдельно все покупал леска отдельно да просто не выглядит прям совсем магазинный я думал ты это купил готовы да так я и говорю как на машине то сюда поехали снега по колено снимаем крючок снимаем карасика ротик открываем и отпускаем ну у нас с тобой прям ни один живец за время рыбалки не пострадал ни один живец не пострадал это клево давай это у нас с тобой войдет в добрую традицию отпускать крючок сразу клади в баночку а потом уже отпускай и 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 low и и и и проверили рыбы не хорошо кто-то глубины нет глубина то какая тут полметра так тут и есть метр глубины так какая должна быть удобно кстати главному надо леску потоньше лишь узел толстых поэтому застреет крючки вот из кирова живцов привезли залив выпустить такой себе собачки на 10 карасе отпустили неплохо за 3 9 зато так удобно ставить никогда почти сходов-то нет когда за спину так много сходов было на колец а тут она и капнет крючок острых она во рту держит поперек даже если крупный щук потом как бы засекается а раньше то все в спину там никуда не то это меня брат дмитрий нас научил так ловит он-то у нас знатный жерличник если что мы новички в жерлицах на самом деле второй год только пробуем ловить давай аккуратненько научил он так и вот туда уходим мы собрались идем потихоньку залива туда где бросили наши лыжи ну что пак я нечего сказать как нечего разведка удалось до рыбы нет можно не беспокоиться сюда не ходить уже больше раз будем ходить на тюкцу и на вятках поближе около города держи ловить сопу пробовать а на окуни видишь не попали но балансирован не сработал сколько я не пробовал а жерлицы так вообще по нуля в том году тоже не густо здесь был килограмма по полтора попадалось ну места хорошие погляди кай принц это же бывшая как бы реках по сути ну это в те то годы то когда только отсюда река наверно уходил тут тут и песок но то был раньше когда мне было 20 лет вот в этом месте река текла я здесь ставил перетяги вот здесь угол вот этих кустов был там реку как бы как остров река текла и здесь через залив и здесь обтекала вообще этих кустов а сейчас это просто болото по пояс ну по грудь ладно в зависимости от уровня сначала залив стал а сейчас он заболочится вот там туда же где мы ходим лет через нашу тропута ты помнишь какой там просто было дно видно настолько был золотой песок то сейчас там все по поясе все так и зарастает потихоньку берег был обрывистый здесь еще боны были вдоль берега здесь же платы парики раньше гоняли боны стояли такие ну деревья цепями собранные чтобы берегу не прибивал как отбойник и вот каждую весну их на берег выбрасывал а вот эти бревна которые мы все лето лицезрели с нашего места это и есть по сути топляки да нет это просто как бы топляки да особенно обон они между собой цепями скован они бывают в кустах еще валяются остатки вот ты знаешь если такие лето будут у нас наших берег замоет полностью конечно река и мы будем ходить уже по сути на этот остров ловить в основной реке все дошли я таскали генел на кто ворон опять ворон что ему еще делать так бурта как обледенелась ты знаешь вот если поставить на простичном заливе может быть больше шансов даже было поймать верха там с рогу в палец там сразу виду что нет когда рыбы есть она в принципе сразу а мы здесь ползалива он прошли до объем лунок то набурили 5 поклевок заднего 2 сорожки поймал скорее всего даже клевала сорога какая-то мелкая окуна не был непонятно почему ну то ли трава уже ведь на человек цеплялась на мормышку бур мы так вот всегда с тобой делаем потому что веревку складываю вдвое делаю вот такую петлю все удобно забросил на плечо как ружье все удобно все удобно тебе бурт готов давай Остановились на небольшую передышку. Дубовая роща, да, пап, называется? Ну, единственное здесь, последнее как бы. Дальше уже нет дубов, не растут люди. Сейчас вот она вдоль чипцы идут, эти дубы. А скажи-ка, в разлив-то тут топит их, эти дубы, или тут на возвышенности нет, если считать средним разливом? Ну вот, вот это все топит. Вот где мы сейчас стоим топит, да? Может быть вот макушки где-то остаются, смотри какой разлив. Большой разлив это топит все, все эти дубы топят. То есть в среднем это примерно по грудь нам, да, тут по пояс? Какой разлив? Бывает и колено, бывает и выше головы. Ага. Ага. Все равно не видно вот эти дубы. Вот эти луга, они тоже так, вот, вот, вот так. Видишь, вот, вот. Здесь, вот, где вода взяли. Все луга зеленые, видишь, превратились в щековник сплошных. Ты знаешь, а вот эти луга что-то не помню, чтоб косили здесь именно? У реки. У реки косили? Конечно, это все были луга. Ну это условно-то и сейчас луга остались. Просто не кошеные. Запущенные, скажем так. Время 3.20. Мы идем. Уже темнеет. Сейчас в лесу сделаем небольшую передышку. Скипятим чай. Ух, как темно-то. Отличное место. Давай здесь посидим. Чай-то спипятим. А ты что лыжи-то мои скинул? Раз потом. Они сами упали. Как раз дотянули до привала. Ух. А надо ли сейчас, если мы сюда больше пока не планируем? Да, не будем. На певцу будем ходить. Другие места. Сейчас даже по наледи и то ходить. Будем. Ладно, посмотрим. Сходим вместе. Что там за лыжи-то. Так, пап, вот захотелось чаю ночью в лесу. Вот. Можно сказать уже. Бересты нет рядом. Намытой с разлива, естественно. Что делаем? Бумаги тоже нет. Очень просто. Если есть елки, то нечего и париться. Вот смотри. Нижние и верхние ноги. Видишь сухие? Ага. Они называются. Ух ты. Ха-ха-ха. Иглицы называются. Ага. Самые лучшие для растопки после бересты. Они всегда уже сухие. Можно и без топора руками наломать. А вот где будем костер. Сюда в тюрок повесим? Да, давай. Отличное место. Налетиться надо. Вот. Это делается. О, дерево уже промерзнуло. Таким образом костер разводится. Игрится. Показываем. Это все таежники знают. Как разводить костер. Игрится. Вот. Так. Надо еще немного подниматься. Угу. Игрится туда. Угу. Соответственно, конечно, надо еще дрожь наготавливать. Главное, чтобы плотно было яглица. Подкладываем лица, потом лица потолще. Вот таким образом разводят костер иглицами. Здесь всякие березцы, бумаги и прочих средств розжига. Сейчас только надо тухих подбрасывать. Вот, а сейчас только дело подбрасывать. Сейчас принесу еще. Хорошо взяла в углу. Видишь, как они хорошо горят. На запах какой. Класс. Ага, давай подсвечу тебе. А вон сколько наломано-то. Вон сколько полно. Бурелом. 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 Экран Shoves. Законило. Анатолром. С expected highlighted in the pack. не выдержит думал что уже не пойдем влагу кипятить ну весь и кипяти, посидим, попьем надо чай подготовить, сахар то есть, да? маленько дров надо наверно купить да, сейчас и костер надо сдвинуть сейчас дров принесем ты виду чая сразу завалится? да, давай завалим вот такие пап рыбалки создают неправильное впечатление о зимней рыбалке потому что люди ходят, смотрят рыбы нет, ничего не ловится и охотку-то отбивают вообще да заниматься зимней рыбалкой на самом деле это не так конечно летнюю рыбалку тоже можно представить в непристойном следе и охотка тоже отпадет в два раз сходить не поймать ни рыбки и все да, предел не только в рыбке да такой поход с тобой мужикам полезно ходить хотя бы раз в неделю вот так чтобы дурь выходила что за неделю накатилась хорошая кардионагрузка лучше чем в зале конечно 20 км примерно мы сегодня прошли так 20 по такой чаще по снегу, по колену я вот летом говорил всем зрителям и подписчикам что жара 25-30 градусов и дорога в 20 км это тяжело беру слова обратно вот зимой 20 км со всей экипировкой это жесть можно прямо здесь лечь и спать вот так вот сил нет да, были такие рыбалки я возвращался когда с этой же рядки от острова зимой на лыжах пошел мокрый снег вот тепель была я 4 раза ложился прямо в лыжню последний раз когда лег уже стало подстывать ближе туда уже как бы к городу ну как бы глаза открыл звезды, небо синее и рядом так уф две собаки набежали ко мне ну две это собаки они не страшны как бы все они просто бежали по дорожке там тоже была лыжня как бы моя старая на которой я шел и они убежали сразу делать не в этом а то что я вот 4 раза я тогда ложился просто ну по полчаса может лежал так тяжко потому что на лыжах еще снег без лыж невозможно идти уже был февраль наверное снег глубокий проваливается вот теперь там чуть чуть не до земли снег проваливается и лыжи не идут к ним по 20 килограмм на каждую лыжу приступает и вот так шаг за шагом а уже к вечеру стало подстывать немножко вот ножом отскребешь от лыжи снег пройдешь метров 20-30 опять надо отскребать я тогда чуть живой пришел и че через два дня снова на рыбалку захотелось как поймал хоть и не да тогда клевал это неплохо килограмм очка 2 нам я тогда поймал кстати вот ловил в том заливе где мы сегодня начинали залив то был еще как бы глубокий в то время ну наверно песок лет 6-7 был там был как бы залив глубокий он такой ветра нам два там было глубины больше даже и там почему то скапливалась вот это весь елец сорога окунь причем елец был хороший подал дело то не в том а то что вот видишь сейчас вот тоже сли вроде можно бы и домой идти плестись а можно посидеть отдохнуть молчай как хорошо идет сейчас дело видишь какой жар вроде ядров никаких не было да какие-то иглицы наломали костер распалили ну гнилушки то были так какой чай то ты хочешь да все три вида заварил там еще три пакетика да я рассыплю это что то не взял сегодня хватит трех пакетов ну давай четыре давай четыре пять можно сколько надо не давай четыре достанешь ну и что ну вот чай готов наливай еще и в термоку ну в гараже попьем немножко да давай да вот так и ну потом пьем горячий еще только-только оставь снег пусть остынет вот так ну что скажете больше на рыбалку не ногой не ногой всегда так говорит когда прибыл больше не ногой да и другой день снова на рыбалку хочется всегда ты помнишь в том году ходили в этот залив ну ни вода не была такой желтой кстати а сейчас такая желтая с реки может песка нагнала когда врат отнимался да еще и трава уже гнил то есть ты думаешь это замор да там уже да может и не замор но уже трава гниет однозначно потому что я мормышкой доставал черную со мной уже гнилую траву и она ведь быстро когда налить такая у нее когда свежий лед еще она все стоит нормально а тут под налить их тем более снегом придавливают все и она ведь давно смотри под снегом ну да месяц уже считаешь конечно там вся рыба уже уходит от тут окуня вообще нет там же залив то в основном окуня валить сорога была немного я вообще не помню чтоб мы там сорогу в большом количестве по несколько штук не так это по несколько штук 5-6 попадает в рыбалку такие хорошие сорожки но это нехорошие сорожки не это мелочь на прорубь рядом там на острове два парня приезжали дайверы ну ныряльщики они ныряют с маской там струбку у них все акваланг даже в одну не знаю в общем они не рыбаки они просто ныряют как спортсмены так вот они говорили ниже прорвы они ныряли по вятке вот в этих корягах в яме то в самый большой который ниже идет остров ну понятно они говорят там все дно в сетях в этих в обрывках все сети запутаны на кустах на корягах говорит там можно запутаться страшно говорит просто в другом одни сети вот откуда это столько сетей нанесло туда а если сетка под водой вот зацепилась она за корягу там будет болтаться ну и рыба будет попадать и пропадать там гнить их как бы пока эта сеть сгдеет а это долго вот те и ну и вон сколько раз находили тоже свистные сетки забудут или не знаю повече на кустах мисит и рыба дохлая уже кости там а сколько находили это приходишь к озеру и утята бьются на воде и думаешь что за фигня и улететь не могут присмотришься и они там все таки запутались лезешь отпускать не ну ладно ты это я не знаю я не хочу сказать там за сети что там если ловишь поставил ты забери да конечно не сильно поставил посиделку вытащишь если уж там не боишься попасться с этой сетью ты ее хоть не оставляй не бросай ты зачем это ставит да не сейчас вот я думаю на удочку ты больше поймаешь если нормально это что кто кто походил летом как интересно ловить там вся рыба и судаки и стерлядь может попасть и чихонь чихонь то в этом году да а мужики вот некоторые видел ловит они на лодках ездят троллингом у них тоже такие судачины попадают и щука там здоровенные и и головли весь хищник попадает как и окуни крупные бывает подъедет вот ну знакомые мужики поговоришь если удачная рыбалка так показывают там конечно рыбки у них килограмма по 3 есть по 4 когда как повезет так что вот будем собираться потихоньку да сейчас чаю доплю в общем собрались наш поход подходит потихонечку к концу нам еще идти пешком около пяти километров все собрали выдвигаемся все всем удачи до новых встреч а вот следы на проснице которые показывали в начале видео сейчас их лучше гораздо видно собачий след целая стая идем обратно появились следы свежей горностая когда туда шли никаких следов не было уже набегал ночью их видно лучше и 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